Мне не огорчает, если люди меня не понимают. Мне огорчает, если я не понимаю людей. Привет, меня зовут Даша. И по заявкам радиослушателей, тогда уж и зрители, снимаю такое дополнение к маминому недавнему видео, посвященному нашим животным чудесненьким. Кто не видел, ссылку можно найти под видео, в инфопаре. Понеслось. Любовь к собакам, именно, надо сказать, мне привил папа, который был совершенно гениальный кинолог. Он не был кинологом в профессиональном плане, но он был им по жизни просто. Он совершенно гениально умел воспитывать собак. И вот, кстати, у меня Олимпия, если ты видишь, ты меня спрашивала, как мне удалось, чтобы лучик, лучика никто не съел за несколько лет его жизни здесь. Ну вот, потому что я дочь своего отца. И умею воспитывать животы. И к чему я веду? К Альфе, которая, напоминаю, была не то похищена, не то убежала. Дело в том, что до какой степени папа обожал собак и любил, до такой степени маме это не нравилось. И она всегда так вот скрипя сердце после долгих-долгих дней, той недели уговоров. «Ну ладно, заведем». Альфа была воспитана так, что она ни с кем бы не пошла. Папа во всем мире принял того, чтобы обычное посвистывание не срабатывали. То есть там был собственный выработан способ подзывать собаку, который был уникален, и его нельзя было перепутать с чем-то другим. И удивительно послушная собака была. Просто если ей сказали там сидеть или охраняй, она будет, можно уехать на два месяца, мы вернемся, собака будет мертва, но она не сдвинется с этого места. То есть понятно, да, жена была чрезвычайно послушная. И вот когда его мама вернулась без Альфа, конечно, ну я была тогда ребенком, я, конечно, ее обвинила во всех тяжких, даже когда везде дали объявление, нам позвонили, сказали, что мы нашли собаку немецкую, ковчагу, все приметы совпадают до единой. Поехала именно она, папа была занят, я была мала. Значит, и когда она вплоть до того доходила, до того я ее обвиняла, что она когда вернулась, она сказала, что это не наша Альфа, я его даже заподозрила, что это наша Альфа, но она не стала ее забирать. Да, вот так. А может, я вообще не ходила. Конечно, я была не права. Значит, ну, переживали мы, конечно, всей семьей совершенно ужасно, потому что собака была замечательная. Вот я постепенно подхожу к мистике со смертями. Мама упомянула, у нас очень много животных погибло, и, что примечательно, они все сегали с того балкона, который был застеклен. У нас два балкона. Второй, который не застеклен, с него... И мистика была в том, что, во-первых, вот места, где я сейчас живу, это было болото, кромешное. И, ну, видимо, это как-то действует вот на такие вот вещи. Ну, что это, ну, с мистических акций. То есть не просто вот все животные умирали, и это продолжилась цепочка смертей человеческих, то есть за каких-то 2-3 года умерло 5 человек. Это было жуткое время. И дело в том, что был определенный срок. Как только животное попадало к нам в дом, проходило ровно 3 месяца. И ровно через 3 месяца что-то случалось. Не обязательно животное умирало. Оно исчезало просто из дома. Оно могло убежать. Либо вот они падали, либо смертельная болезнь, либо еще что-то. Ну, в общем, животные уходили ровно через 3 месяца после своей гибели. Мама также говорила, что помог приход священника. Это не совсем так. Она немножечко подзабыла. Дело в том, что поход священника не помог. Мы обратились к Трёхглазым. Ну, Трёхглазым я называю эксоциацией из-за того, что они говорят, что у них третий глаз открыт. Я знаю, многие считают, что это просто шарлатаны, но из них есть люди. Посоветовали нам одну женщину. Она до сих пор работает. До сих пор помню, что Галина ее зовут. Она что-то там сделала. Мы побоялись заводить кого-то еще из животных, потому что такая череда, конечно, становится страшной. Но проходит... У меня всегда была непонятная такая тяга к животным именно черного цвета. И как-то я со своей подружкой гуляла... Тогда еще подружкой гуляла во дворе школы, которая буквально в шаге от моего подъезда. И мы нашли котеночка. Лора. Недавно было видео тоже, где я просто вот так выложила. Такая крохотная, маленькая. У меня на лотошке умещалась. Конечно, черного цвета. Конечно, я в нее влюбилась сразу. И так как это случилось, то есть ровно через полгода после папины смерти с Австримом Небесным. Я вот очевидно вбила себе в голову. Ну, столько прошло ни о чем. Конечно, по нему скучала очень. И это думала. И вот я себе вбила в голову, что он воплотился... Переродился в эту кошку. Да. Но чего бы нет. Я притащила ее домой. Мама, конечно, подняла хай. Говорит, ой, все убираю. Ты что, не знаешь, чем это все заканчивается у нас. И сказала, убирай ее нафиг. И говорю, ладно. Понесла ее. Вроде как уносить. А сама так забыла ее в коридоре. Ну, не в коридоре, в квартире, а... Не знаю, как объяснить. Часть подъезда надгорожена железной дверью. Которая... Там три квартиры. Вот. Я ее вот в этом вот подъезде оставила. Та, давай орать. Искрестись этими. Или... А, и чуть-чуть приоткрыла дверь. Ну, типа плохо закрыла. А, да. И, ну, чтобы она проникла-то в квартиру. Она про... А сами мы с Аней, так называемую девочку-то, пошли гулять. И возвращаюсь где-то через полчаса. Говорю, ой. А мы вот вышли в подъезд, опустили, значит, кошечку на пол. И... Она, хоп, и куда-то пропала. Ну, мы подумали, убежали. И не стали заморачиваться. И тоже убежали гулять. Вот. Ну, вам, конечно, мой нехитрый секрет раскусила. Зато этого полчаса ей хватило, чтобы влюбиться в кошечку. Я ее назвала Лорой, потому что я недавно читала книгу до этого происшествия. Вот, кстати, помогите мне на эту книгу. Так, сейчас немножко отвлекусь. Суть такова, что разбойник влюбляется в аристократку. И они убегают. Отец Лоры, главной героини, проклинает эту дочь за ее поступок. Сам скоро умирает. Все это происходит... В общем, я помню, что по сюжету там река Рейн течет. То есть вот так вот все. И они прячутся, живут с этим разбойником в каком-то выкопанном что-то вроде тайной комнаты, что ли. Тайной комнаты. Ага, говорю, Поттер, привет. Под землей, на каком-то там холме, они там живут тайком. Как называется эта книга? Ну, или хотя бы автор. Она пропала из моей библиотеки. Я хочется... Я по ней скучаю. Вернемся к Лоре, которая кошка. Так вот, собственно, мы... И она чудесным образом... То ли она сняла это все дело, то ли та трехглазая смогла что-то сотворить. Но я верила, что это Лора сняла проклятием. Конечно, я со страшным замиранием ждала этой страшной даты, три месяца. Вот она уже живет и четыре месяца. Полгода, год. Вот, все в порядке. Ну, мы ей выдохнули. Почему мы назвали Тёпу Тёпой? Дело в том, что... Она, да, действительно... Она цокает, но она так... У нее такая интересная походка. Она никогда не ходит. Она всегда бежит. Всегда. Всегда. Такая... Тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп. Еще Тёпа, потому что... Ну, вот, кто видел фотографии, я тоже ссылку оставлю внизу, тут... Ну, ее мордочка такая... Она такая тёпистая, у нее и тёпистая внешность, и тёпистый характер, кстати, совершенно... Ей очень подходит эта кличка. Вот, поэтому Тёпа. Значит, что касается случая с машиной, ну, это, конечно, не передать. Словами это только видеть. Даже Гомер не смог бы со своим талантом рассказчика передать эту ситуацию. То есть, там не просто мама высадила меня и Тёпу, чтобы мы шли домой, а Тёпа за ней побежала. Дело в том, что, когда мама села в машину, и, значит, машина поехала. Тёпа такая посмотрела в сторону мамы, в сторону меня, в сторону мамы, в сторону меня. И у нее был такой вид несчастный. Вот, знаете, как вот маленького ребенка, для которого его родители это просто весь мир, поставить маму с папой и сказать, вот смотри, сейчас мама пойдет на левую, папа направо. Ты можешь остаться только с кем-то одним. Вот представьте вид ребенка. вот такой вид был Тёпы. То есть, прям «Ах, ах, ах, что, куда, как быть, с кем остаться, что происходит, горе мне, горе, там просто заметалась такая тынь-тынь». То побежит в сторону вроде как мамы, то в сторону меня, я ее зову Тёпа-Тёпа-Тёпа, домой-домой-домой, Тёпа-Тёпа, камни-камни. В итоге она выбрала маму, как она за ней вдарила, за этой машину, прям вот землящая под лапами у нее, разверзнется, это было что-то, мы до сих пор с хохотом вспоминаем, это надо было видеть просто. Хомяков у нас не было никогда. Мама забыла черепаху упомянуть, но хомяков у нас не было никогда. Вот я хочу, кстати, рассказать, я не знаю, почему все люди думают, что между кошками и собаками война, потому что у нас с Лорочкой с Тёпой всегда ладились в милую душу, Лиса тоже с Тёпой ладит, они прекрасные подружки. Был один случай, Лиса что-то Тёпа где-то спала, а Лиса сидела, значит, в комнате. И что-то она вдруг как чихнет, да так сильно, она никогда так не чихала, аж сама там оторопела. «Тёпа прибежала, давай обнюхивать, чё, чё, с тобой всё в порядке, подружка, ну-ка, ну-ка». Даже сделала попытку её лизнуть, то есть это вообще тебе надо было видеть, это выглядело умилительно, что заказ я подстал. Там вот, вот это очевидное беспокойство за подружку, свою засестрёнку, на мордочке было написано, прямо это, не выгодаёшься. Значит, ну, на этом, наверное, всё. И так я болтала. прощаюсь, желаю самых положительных, словить самые положительные эмоции от своих животных, пусть они вас никогда не кусают и не царапают. И пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова